Зелёный Огород Всем привет! Вас приветствует канал Зелёный Огород Меня зовут Елена Сегодня мы с вами будем садить ремонтантную землянику но крупноплодную Мы её все обычно называем Клубника, Виктория Как-то это для нашего уха гораздо приятнее Чтобы получить ягоды уже этим летом Конечно, рассаду нужно садить в феврале Так как она у нас растёт очень долго, 7-8 месяцев Поэтому, если вы хотите полакомиться уже в этом сезоне, то как раз сейчас начало февраля время посадки земляники и клубники Нужно помнить, что в феврале у нас ещё очень мало света, поэтому нужно её будет обязательно досвечивать 14-16 часов Нужно обязательно запастись лампами Я использую обычные большие лэп-лампы, которые вот такие длинные И я их над рассадой держу примерно на расстоянии 5-10 сантиметров чтобы они хорошо освещали полностью все мои новые посадки Если семена на рассаду сеять в марте-апреле то в этом сезоне они не успеют сформировать хорошего полноценного кустика Они ещё будут только закладывать ягодные кисти И в этом году мы, конечно, не успеем с вами полакомиться этой вкусной ягодой Схожесть семян у крупноплодной земляники составляет 80% Но это у сорта А если это гибрид, то и все 60% В этом году я решила посадить 4 разных сорта крупноплодной земляники Это 300 Женева При покупке первым делом я всегда обращаю внимание на дату, когда были собраны семена Чем она свежее, тем лучше То есть, если семена собрали в августе-июле 2019 года Значит, сейчас в феврале как раз самое для них лучшее время для посадки Ну, не только в феврале Кто сажает позже, может, конечно, садить и позже Почему мне понравились вот именно эти два сорта? Потому что производителям было заявлено что они дают ягоды в течение сезона два раза А не один, как это обычно Значит, в июле они дают первый урожай Потом делается небольшой перерыв 2-3 недели В сентябре они снова набирают ягодные кисти И в сентябре балуют нас снова ягодами Хочу посмотреть, так ли это И еще два сорта Конечно, они меня больше прельстили мне, наверное, своим названием Это Гигантелла И супергигант Не знаю, что из этого получится Но хочу попробовать И мы с вами вместе будем наблюдать Как будет расти И вообще вырастет ли эта клубника Но я надеюсь, что все будет хорошо После того, как я купила семена в магазине А это я предпочитаю делать в хороших супермаркетах Именно садоводческих Потому что там меньше подделок И большая вероятность покупки качественных семян Вот именно Землянику, клубнику Я обязательно кладу вот эти вот пакетики До посадки на дверцу холодильника То есть в холод Это, конечно, не стратификация Но, тем не менее, семена лучше сохраняют И потом они лучше сходят Ну, а теперь непосредственно приступим к самой посадке Как я это делаю? Во-первых, я сажу каждый сорт в отдельный контейнер Контейнеры предпочитаю вот с такой крышечкой И обязательно делаю дренажные отверстия Или гвоздиками Или накаляю какую-нибудь железную палочку и протыкаю Но дренажные отверстия должны быть обязательно Потому что земляника и клубника очень не любят сырой земли И если только у вас будет перелив И будет много земли У вас просто она вся упадет и заболеет черной ножкой Итак, а сейчас мы приступаем непосредственно к посадке нашей клубники Есть несколько способов Сегодня мы будем садить с помощью снега Берем сначала дренаж Я обычно использую керамзит Насыпаем буквально не больше сантиметра Я уже рассказывала, что беру я обычный строительный керамзит Я его сначала промываю в кипятке Потом прокаливаю обязательно в печи И тогда он получается у меня чистый Дальше я беру землю Тоже насыпаю ее так же сверху Буквально 4-5 сантиметров Не больше Потому что у клубники корешки очень маленькие И много земли не нужно А еще сверху нужно будет потом прикрывать снегом Насыпали земли И ее тихонечко утрамбовали ложечкой Какую я беру землю Предпочитаю, конечно, хорошую землю Покупную В которой много микро и макроорганизмов Элементов Которая очень рыхлая Достаточно рыхлая Если я вижу, что там рыхлая Она не очень рыхлая Я в нее добавляю перлит Вермикулит Все палочки Все какие-то волокна Я оттуда убираю Потому что, например, вот видите, попалась Ее нужно обязательно убрать Иначе это будет мешать для прорастания наших маленьких-маленьких семян Вот дальше происходит непосредственный посев Семена очень мелкие И самое обидное, что их всегда очень мало А стоят они недешево Поэтому нужно очень аккуратно высыпать их на тарелочку Предпочтительнее белую Потому что их очень хорошо видно Вот такие семена Сейчас посчитаем, сколько их штук Было заявлено, что 10 А на самом деле 11 Будем знать, что мы сеем 11 семечек И потом проверим И посмотрим, сколько из них взойдет Теперь я беру зубочистку Или шпажку Мочу ее И дальше я вот так вот шпажкой Дотрагиваюсь до нашего семечка Вот Оно очень даже неплохо прилипло И стараюсь их Вот эти 11 семян Равномерно разложить по поверхности Землю мы с вами утрамбовали Зернышки туда не провалятся Как я сказала, сильно не трамбуйте Это тоже не очень хорошо Надо, чтобы земля была Рыхлая, чтобы она дышала Чтобы воздух в ней циркулировал Вот мы раскладываем Очень равномерно Не спеша Их здесь не очень заметно Мы их и не увидим Потому что у меня здесь добавлен Вермикулит А он такой золотисто-коричневый И поэтому семян, конечно, нам не видно Но этот способ посадки Я себя оправдал Он мне очень нравится Так вот Докладываем наши последние семечки Осталось еще буквально Три штучки Так И последние семечки Вот Посеяли А теперь мы берем Пульверизатор В который я уже добавила Такой препарат, как HB101 Он мне очень нравится Я пользуюсь им на протяжении всего сезона И аккуратно-аккуратно Опрыскиваем Это добавит схожести семена Они лучше будут сходить Теперь берем снег И все наши семена Закрываем снегом Примерно 3 сантиметра Если земли мы насыпали 5-6 сантиметров То половину мы От этого размера Сыплем снега Кладем его И равномерно-равномерно Раскладываем по всему контейнеру Если мы иногда Землянику Тоже вот так же У меня есть ролик Где я показываю Как сею мелкоплодную землянику Я ее Не ставлю на стратификацию А вот У крупной Земляники Очень важно Закрыть контейнер Закрываем контейнер Так что-то он Хорошо закрывается Закроем контейнер Мы его убираем Ну прежде конечно Мы сначала подписываем Какого числа мы посадили Сейчас я это сделаю Вот посадка произошла 2 февраля Сорт клубники Женева Все это плотно закрываем И кладем еще В пакет Так как все равно Будет выделяться водичка Плотно его Закрываем И Убираем В холодильник Но не в морозильную камеру А просто кладем в салон Где нам удобнее это сделать И оставляем клубнику На 5-7 дней Но периодически Когда срок этот Будет подходить к концу Нам нужно будет Заглядывать Открывать контейнер Заглядывать туда Потому что иногда Бывают Какие-то семена Очень хорошо всходят И они уже быстро-быстро Выскакивают На 5-6 день А бывает Что и не выскакивают Вот полежала у нас клубника Недельку Вот эту Которую мы сегодня С вами посеяли Женеву Полежала у нас в холодильнике Потом мы ее из холодильника Достаем И ставим На светлое место Бывает Что семена Всходят До 30 дней Вы не пугайтесь Если она долго не всходит Когда мы достаем Нашу клубнику Из холодильника Она у нас там Благополучно прожила 5-7 дней Мы обязательно Ее должны подставить В теплое Светлое место Температура должна быть 25-28 градусов И я обязательно пользуюсь Вот такими нашими Обычными настольными лампами Предпочитаю Чтобы была Ножка Которая гнется И я наклоняю лампу Над рассадой 5-10 сантиметров Во-первых Там получается Очень хороший парничок Там очень тепло Великолепный микроклимат Единственное Что конечно Мы не забываем Проветривать нашу рассаду И как только Даже не рассаду А наши семена И как только Появятся Маленькие петельки Обязательно Нужно уже Будет Приоткрывать Крышечку У нашего контейнера Чтобы она у нас Не задохнулась И убирать Лишний конденсат Ну как Ухаживать За рассадой Когда она у нас Уже взойдет Да с первой всходы Я вас научу В других Видеороликах Ну а теперь Всем пока-пока Если вам понравилось Это видео Ставьте лайк Подписывайтесь На наш канал Всем привет